На шею подрали, да? Ой-ой-ой. Это что такое? Ну, тушили. Они же меня пытались постричь, понимаешь? Сегодня, чеколадь? Ну, сегодня. Почему мы задержались? А ну, давай по порядку. Какой принимает, даже не смотрит. Кого принимает? Секунду, Руслан. На лице. Это что? Под правым глазом. Сегодня утром пришел начальник... Сегодня 6 грудня. 6 грудня сегодня. 6 грудня. День украинской армии. Украинской армии, похоже, еще и псов, мать усадей. Пришел начальник 35-й колонии по надпочеку. Увидел меня в таком виде, а меня вчера в баню почему-то забыли сводить. И он дал приказ своим псам меня побрить и постричь. Я сказал, ну, извините, сейчас за мной приедет конвот. В бане вы меня хотите запереть, а потом в холодную ворону. Я сто пудов заболею. Ну, меня ж никто не слышит. Он сказал, мне дали приказ и все. Я супер военный. Ну, и начало меня 10 человек крутить, вертеть, само собой. Я начал сопротивляться. Вот в результате вы видите. Так, давай по порядку все. Поближе. Подними сюда ногу. Это что? Ну, били меня по ногам. Чем? Своими бусами и палками. Вторую ногу. Серьезно, били. Где еще телесная? Вот что у них получилось. Шею, шею. Шею показывать. Это что такое на шее? Ну, они полотенце. Завязали полотенце мне, держали голову, чтобы я не дергался. Они... Чтобы выбрати голову? А для чего же выбривати? Там же и так 3 миллиметра. У меня чуть-чуть волоса. Зачем меня брить? Я об этом вам говорил и раньше. Помните, что чуть-чуть волоса они заставляют меня брить. Зачем брить? Чей циноказ был? Скажите, пожалуйста, еще раз. Майкруса. Конечно, Майкруса и Пиховского. Пиховский. Я на Пиховского написал заявление, что он коррупционер и крыса. Который у меня и у моих бойцов украл личных вещей больше, чем на 100 тысяч. Мы требуем. Верните наши вещи. Какие бы мы ни были. Хорошие, плохие для вас. Есть закон, который распространяется на всех. Или у нас закон, получается, распространяется на всех в том случае, для юридических лиц. Юридически, а для физических лиц. Физически распространяется закон. Нас можно бутсать, долбить. Вот я сегодня не буду возвращаться в эту колонию. Меня не задолбали. Во-первых, в холодильник. Меня... Я неделю не ем. Меня там травят. Потому что все продукты ложатся непонятно где. Потом я беру эти продукты. Я вижу там проколы шприца. Скажите, почему там проколы шприца и волки? Что туда загонять? А потом у меня поджелудочная. Я неделю в эту не ем ничего. Блюю и лежу. У меня поджелудочная вылазит. А что стоит туда добавлять? Просто ртути с градусника. Скажите. Что стоит? Правильно? Или еще какого-нибудь тяжелой воды в Чернобыле. Привезли баночку. И по капельке добавляй мне в молочку. А потом я сдыхаю. Неделями лежу. Я прошу. У меня есть маленький холодильник. Поставьте мне маленький холодильник в камере. У меня там инсулин. У меня там глюкоза лежит. Они должны лежать всегда под рукой. Всегда в холодильнике. Что я требую не так? Маленький холодильник. Он 50 сантиметров. Но опять же. Этот начальник Панаточи выполняет все приказы Матиуса и Пеховского. Ему наплевать на меня. Потому что я для него просто мясо. Потому что у него есть хозяева, Матюс, который военный прокурор, который на Брабусе ездит бронированным. Вот такие вот дела. И сегодня я возвращаться. Пусть меня тянут силы. Я возвращаться в эту колонию не буду. Вы там незаконно. Почнем с того, что вы там незаконно знаходитесь. Ну, это никто не прощает нас. Но вы видите, что сегодня, так, у повноваженных справ людей нет. Денисова что-то там падает в обморок на СІТВ. Но тут ее нет. По справе она не втручается абсолютно. Значит, никакой своей лініи не показывает. Суды просто узурповали и думают, что они уже все назавжди. А нас они сейчас просто хотят выключить из процесса. На меня уже две скарги. Я сейчас их покажу, ознайомлю. И запропоную вам дать пояснение щодо этого. Субтитры сделал DimaTorzok